Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Добрый вечер. Сегодня мы обсудим ситуацию в Сирии с нашими гостями. Это у нас и Александр Иванович Шумилин. Добрый вечер, Александр Иванович. Это наш вечный друг и соперник нашего, тоже, как вам сказать, оппонента, президента Сирии, журналист Насовли Юсеф. Александр Иванович, как вы считаете, политика Путина и Трампа изменилась после того, как новый президент вошел в Белый дом в США? Нет, говорить об изменении еще рано. Но то, что обозначились новые тенденции, это безусловно. Собственно, сама по себе Астана, как формат встречи, это уже новая тенденция. И заметим, что она сформировалась в середине декабря. Ну, конечно, первым делом после Алеппо первый фактор. И второй фактор – это победа в ноябре Дональда Трампа, который воспринимался как весьма перспективный партнер России. И было желание создать для него максимально благоприятные условия, в том числе подходе к взаимодействию с Россией в сирийском кризисе. Это было сделано. Напомню, что в Астану Россия приглашала Соединенные Штаты вопреки позиции Ирана. Прежде всего, и в основном Ирана присутствовал Вашингтон там в качестве наблюдателя через посла США в Казахстане. И сейчас мы видим определенное развитие событий, которое, в общем-то, не должно сильно вдохновлять Москву, скорее, может быть, разочаровывать. Ибо ожидания, похоже, были чрезмерными в том, что касается предвыборных обещаний Трампа в отношении подхода к Сирии и к взаимодействию с Россией в отношении Сирии. Так что, сейчас точка разлома, точка осознания. И, в первую очередь, для администрации Трампа, которая оказалась под сильнейшим давлением. И стало ясно, что даже если сам президент захочет что-то серьезное изменить, то ему это не удастся. По большому счету, давление на новую администрацию осуществляется как в самом Вашингтоне через Конгресс, через СМИ, вот эти конфликты со СМИ. Так и со стороны партнеров Вашингтона в Европе, в арабском мире. И мы видим, как риторика Трампа по отношению к России охлаждается. Да и сегодня стало известно, что госсекретарь Тилерсон выступил с весьма осторожными заявлениями касательно вопросов взаимодействия с Россией по Сирии. Первым делом он встретился с традиционными партнерами Соединенных Штатов, чтобы подчеркнуть этот альянс, его нерушимость, партнерами Соединенных Штатов по Сирии, которые всегда занимали и продолжают занимать позицию, последовательно нацеленную на устранение Башара Асада, полагая, что это главная основа и причина происходящего там. Алиса, а Вы считаете, что нового привнес Трамп в политику США в Сирии? Я считаю, что пока ничего не успел привнести. Еще надо ему в течение хотя бы первые сотни дней войти в курс и что-нибудь сделать. Но надо признаться, что он дал кое-какую надежду на изменение или на влияние, надежду на влияние на изменение курса России в Сирии. Есть появилась такая надежда у сирийцев хотя бы. И также можно понять это из-за заявления министра иностранных дел Савадовской Аравии, который тоже, видимо, надеется, что будет как или иначе будет изменена позиция Соединенных Штатов, и тем самым будет изменена тоже позиция России. Но понимаете, в чем дело? Вот Россия успела до вступления Трампа в должности, вот реально, успела много сделать. Сейчас заставили оппозицию вооруженную, можно сказать, сдаваться. Это надо признать, не надо приукрашивать. Это кто заставил? Россия? Да. Они в Алеппу окружили и бомбили так жестоко, так бесчеловечно, что они пошли восстановить не с позиции, как наравне, разговаривать. Они пошли говорить с очень слабой позиции. Они, конечно, стараются, хотят выглядеть, как бы не сдались. Но реально, мы знаем, как они из Алеппы выгнали их жестоко, из-за непомерно жестоких бомбежек. Вы знаете, Алеппо сейчас разрушено. 80% Алеппо уже все разрушено. С нами на прямой связи с Лондоном вышел Андрей Астальский, наш коллега и писатель и журналист. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, Владимир. Как вы считаете, что новое началось в дипломатии Вашингтона относительно Сирии после прихода администрации Трампа? Вы знаете, простите, я прежде чем ответить конкретно на ваш вопрос, хочу просто на секунду напомнить, что здорово, конечно, рассуждать о геополитике, о новых поворотах, которые Трамп может в нее привнести, и, соответственно, как на это будет реагировать или не реагировать Путин. Но все-таки давайте не забудем, хотя бы скажем один раз, что это чудовищная гуманитарная катастрофа, что это нечто, что войдет во все учебники истории в будущем, и что наше поколение, мы все будем выглядеть отвратительно на этих страницах, потому что мы допустили, все мы как-то позволили вот такой кошмарной катастрофе случиться. Я не знаю, может быть, надо чуть-чуть оторваться от просто новостей, от телевизионных экранов, хотя это очень трудно психологически сделать, особенно когда речь идет о массовой культуре и массовых средствах массовой информации, но, не знаю, может быть, потому что я все-таки бывал в Сирии не раз, потому что у меня были добрые друзья среди сирийцев в течение многих лет, я с ними поддерживал отношения, сейчас, к сожалению, так получилось, что нет, но для меня это не абстракция, и не должно быть, по-моему, абстракции ни для кого, ведь это чудовищные цифры, сотни тысяч убитых в основном мирного населения, детей, женщин, кого угодно, половина практически населения, 6 миллионов снаружи, 5 миллионов внутри беженцев, лишившихся крови над головой, неизвестно в каких условиях живущих, 13 миллионов человек из 23-х миллионного населения находятся в состоянии полной катастрофы, умирают люди от голода, и правительственные войска и Хизбалла не дают возможности получать гуманитарную помощь, и все это продолжает и творится каждый день, вот мы говорили об Алеппе, но не только Алеппе, страна разгромлена, уничтожена, и вот на этом фоне вот начинаются геополитические игры и разговоры, что это даст Трампу, в том числе внутриполитически, понятно, что это человек, как и Путин, ориентированный в основном на свою галерку родную, на своих поддерживающих его людей, но при этом, понимаете, ничего не получится, пока не будет просто поставлена во главу угла простая задача, что нужно Сирию спасти, спасать нужно сирийское население, и пока еще осталось вообще что спасать. Ну и вопрос, да, что может измениться, да, что нового, конечно, Трамп, судя по всему, это верно, следит за событиями в мире, и понимает мир через короткие простые заголовки в новостях, на кабельном телевидении, что часами он это все смотрит, поэтому ему кажется, что задача очень простая, вот да, можно даже с Путиным объединиться, лишь бы разгромить так называемое исламское государство и других нехороших ребят, это вот такие термины детсадовские, постоянно скользят в выступлениях Трампа. Ну, ради этого придется потерпеть Асада, потому что Путин почему-то вот на нем зациклился, ну, можно пока и потерпеть, а там будет видно, все равно еще с Ираном разбираться. Это набор каких-то странных таких штампов, которые живут, видимо, в главе нового американского президента. Они имеют очень мало общего с реальностью, ничего из этого на самом деле получиться не может, но тем не менее даже сама попытка, если она будет предпринята американцами на полном серьезе, она может на самом деле дорого обойтись. Вот, уважаемый коллега, я подключился чуть позже, но говорил, насколько я понял, о том, что вот есть, может быть, даже какой-то позитив, и я понимаю логику, что да, вот Трамп попытается вместе с Путиным, по крайней мере, что-то сделать, какой-то выход после действительно разгрома, умеренной оппозиции вооруженной в Алеппо и в других некоторых районах Сирии, можно будет вот какой-то этот новый подход найти, хоть какие-то смутные надежды, какой-то свет в конце туннеля может померещиться или действительно появиться. Но, понимаете, я боюсь, что эти надежды будут очень жестоко обмануты, потому что, когда тот же Трамп и Соединенные Штаты столкнутся с реальностью и поймут, чего добивается Россия, которая, в общем-то, очень мало, прямо скажем, сделала для борьбы с настоящим джихадизмом, с настоящими силами террора в Сирии, и сделала огромное количество всего для того, чтобы искусственно спасти режим, который давно бы не существовал без российской помощи, и фактически сейчас превратился и все больше буквально превращается в марионетку Ирана, потому что без Ирана ничего из себя не представляет. Вот тогда Трамп столкнется со странной парадоксальной ситуацией. Главная у него проблема на Ближнем Среднем Востоке Иран, он собирается с ним жестко разбираться, а на самом деле Иран, вот он, он в Сирии уже. Спасибо. Давайте послушаем Владимира Исаева, который рисует возможные варианты развития событий в Сирии. Если мы начнем с вами говорить о том, в чью пользу может развиваться нынешнее событие в Сирии, то это вопрос крайне дискуссионный, потому что он, я бы сказал, развивается, только могу сказать одно, не в пользу исламского государства, запрещенного в нашей стране и не только в нашей стране. Дело в том, что ситуация, в которой сейчас пребывает Сирия, она идет на пользу, ну, естественно, и официальному Дамаску, но также идет на пользу тем, кого и на Западе, и частично у нас называют силами умеренной оппозиции. Я имею в виду прежде всего свободную сирийскую армию, которая сотрудничает в этом плане с сирийской официальной армией. Если же говорить о проблеме вмешательства наших ВКС в сирийский конфликт, то можно сказать следующее, что прежде всего то, что президент Асад остался у власти, это первый и основной результат нашего вмешательства. Я уже не говорил об эффективности действий наших ВКС. В совсем недавнем заявлении министра обороны Российской Федерации Шойгу было сказано, что за время пребывания наших военно-космических сил в Сирии нами было уничтожено больше 35 тысяч террористов. Вы прекрасно понимаете, что это действительно очень серьезный вклад в дело борьбы с терроризмом. Александр Иванович, вы всегда оппонируете Владимиру Александровичу. Нет, я не буду оппонировать Владимиру Александровичу, потому что все, что он наговорил, это не соответствует действительности и не стоит абсолютно того даже близко. Давайте вернемся к реальности. Я бы хотел вернуться к выступлению очень хорошему Андрея и приветствовать его. Дело в том, что я соглашусь со всем тем, что было им сказано, кроме одного. Одного очень важного момента, а именно то, с чего он начал утверждение, что все мы виноваты в том, что произошло. Это очень распространенная позиция, очень приемлемая и красивая позиция, в каком-то смысле даже отдает самокритикой. А вот я не хочу присоединяться к этой позиции и утверждать, что я тоже в этом виноват. Потому что я, как и нас, всегда выступали против того, что происходило, против этой линии и не разделяли ее. А вот разделять ее, ответственность за нее должен выступивший только что перед нами в записи. Я буду по фамилии называть, коллега, коллега, ответственный за то, с кем Андрей выступает время от времени в передаче BBC «Пятый этаж». Вот там у него оппонент тоже женского пола, не оппонент, а партнер, наверное, не знаю, по диалогу. Вот они, безусловно, должны нести ответственность за происходящее. Это первое. Второе обстоятельство, говоря о гуманитарной катастрофе, и о том, о чем сказал Нассар, о поражении умеренной оппозиции, ну, можно это, наверное, так назвать, хотя вся сирийская эпопея состоит из взлетов и падений. Вот, это совсем не окончательно, но важно другое. Важно, что это произошло в результате тех самых геополитических игр и сговоров, о которых говорил, опять же, Андрей. Вот как они повлияли. А именно, это произошло в результате изменения позиции Турции, которая обменяла, по сути дела, Алеппо, уступив Алеппо режиму Асада и его союзниками, его партнерам, на право овладеть в будущем, вот сейчас, в наши дни, и в эти часы, происходящие в Аль-Бабе и вокруг Аль-Баба. То есть, контроль над территорией, на своем приграничье, на севере Турции, и вот овладение этим важным стратегическим пунктом Аль-Баб, силами сирийской оппозиции и турецкой армии. Сирийская армия, как нам рассказывают, и это похоже на правду, где-то только на подходе... Сирийская, прошу, только свободнее. Нет, свободнее, я услышал. Неофициально, да. Сирийская правительственная армия, да, она тоже где-то там на подходе, но линии ее действий строго ограничены. То есть, предполагается, что этот город будет взят турками и партнерами в сирийской свободной армии. Вот это часть той сделки, обмена Алеппо на Аль-Баб, и причина поражения, или, назовем это как угодно, причина неудачи, причина вот такого выхода из Алеппо бойцов, которые находились там в восточной части. Называйте их как хотите, потому что там разные организации. Но тот факт, что они вышли живыми, это тоже часть вот этой сделки, и элемент позитивный для дальнейшей борьбы оппозиции с режимом, который, судя по всему, не будет угасать. Можно я? Да, конечно. Тут Александр не стал комментировать выступление господина Исяева. Он еще два раза выступит, поэтому больше моментов комментировать. Я хочу просто для слушателей, для ваших слушателей, чтобы они были введены в заблуждение, что говорит, что там якобы 32 тысячи, или там сколько уничтожила Россия из этих игиллств. Понимаете, по разным опросам и исследованиям, всего-всего игиллцев 32 тысячи. 32 тысячи. 32 тысячи. Они до сих пор в Масуле никак их не могут победить, и еще не дошли до Сирии. Да, и дошли до Сирии. Поэтому прошу, уважаемые слушатели, это абсолютно заблуждение. Это неправда. Не буду называться еще грубее. Это пропаганда. Это пропаганда. Это неправда. Знаете, что весь был удар направлен именно на нормальных оппозиционеров, которые были вынуждены взяться за оружие, не из-за того, что им нравится воевать или бегать с автоматами. Просто другого выхода Башар Асад не оставил перед нами. Они взяли за оружие и начали противостоять те, которые прямо начали с самого начала бомбить оппозицию. Вы слышали когда-нибудь, чтобы президент страны или армия страны бомбила собственный народ? Вот у нас так случилось. Поэтому, а то, что российская... Знаете, вот первый удар, это 30 сентября 2015 года, был нанесен в провинции между Хомсом и Хаман. А там вообще не пахло. Не только ИГИЛ. Даже НУСР, который немножко легче, скажем так. Тоже террористы, террористы, но легче чуть-чуть, чем ИГИЛ. Там вообще не пахло никого. Там одни, да, вооруженные, но оппозиции. Почему люди стали... Надо всегда думать, почему люди начали взяли за оружие. Почему? Потому что, как только вышли демонстрации, начали живые патроны. Как правильно выразиться? А я скажу, как бы... То есть боевые, боевые, не то, не было газа. Вот обычно как вода, потом газ слезоточивый, потом резиновый, это много. А это с первого дня начал использовать именно настоящие боевые патроны. Им было очень много убитых. Сам Башар Асад признался в одном из своих представлений, что в течение 7 месяцев он сам говорил, что не было вооруженной оппозиции. А потом, когда люди видели, что они убивают целонаправленно, и еще мало того, что убивают, еще говорят, что террористы там убили людей на демонстрации. Такая игра уже, нельзя было молчать дальше. Они начали брать за оружие, чтобы просто защищать демонстрантов своих районов, деревень и так далее. Вот это страшная картина должна быть. А те, которые начинают там пропагандировать, должно быть стыдно перед миллионами уже, миллионами сирийцев, которые вообще оказались брошены всем миром. Никто не думает, знаете, сколько людей вот вчера, я не знаю, я тут разговаривал, можно ли показывать фотографию. Вчера бомбили город, городок Аль-Хабит. Мальчику где-то, на прикидках, где-то 8-9 лет оторвали две ноги. И прямо море крови. И говорит, папа, понеси меня. А кто бомбил, они как считают? Сейчас точно это режим, не Россия. Надо, я стараюсь всегда перед тем, как говорит. Ужасы рассказываются, хорошо? Что? Ну, когда ребенок плачет, я тоже не понимаю. Вот и понимаете, в чем дело. Я, честное слово, очень часто по ночам, вот когда смотрю, я уже не могу спать из-за этих ужасов. И весь мир сидит и смотрит вот спокойно на все это. Ну, не совсем спокойно. Мы же с вами каждый, я думаю, каждый недель мы к нам приходите, обсуждаем это, боремся с этой войной. Стараемся, но, к сожалению, нас мало. Андрей, насколько был уместен заказ Минобороны на 20 тысяч медалей, который размещен, чтобы к тому же довольно так лицемерно на портале госзакупок. Вам слово. Да, и только если можно, я все-таки глубоко уважаемому мной Саше Шумилину отвечу. Понимаете, в каком смысле мы все виноваты? Во-первых, для истории будет совершенно наплевать, что Шумилин, что Остальский, что Исаев. Все это сольется в одно, и факт состоит в том, что вот на нынешнем уровне развития цивилизации человечество способно это допускать и спокойно ходить, заниматься своими делами, пить, есть, смеяться и так далее. А там вот такое происходит каждый день. И не простят, я думаю, нам потомки этого. Надеюсь, по крайней мере, на то, что простить не должны. Во-вторых, вот я не буду про Сашу говорить, я скажу только о себе. Причем моя, например, вина. Я, конечно, тоже против этой войны, как мог, своим пером и так далее, сражаюсь все эти годы. Но сражался я в каком плане плохо? Я верил в западную политику. Я все-таки надеялся очень на Обаму, я надеялся на НАТО, что они все-таки что-то действительно решительное предпримут. И вмешаются на ООН ту же самую, хотя ООН пыталась сделать то, что могла. Она, конечно, организация не самостоятельная. В этом смысле смешно винить ее, когда, в общем-то, главы великих государств, прежде всего, должны нести за всю эту ответственность. И это история из красной линии Обамы, чудовищная совершенно, которую я никак от него, честно говоря, не ожидал. Но и вообще сам факт, понимаете, если бы навалились всерьез лидеры западных государств, если бы они поняли, какая это кошмарная проблема, и что там происходит, и какой это вообще позор на все человечество и на их головы. И интересно, и даже справедливо по-своему, что вот этот миллион беженцев в 2015 году двинулся на Западную Европу и создал колоссальные политические проблемы. И, как я считаю, это и главная причина Брексита, и главная причина избрания Трампа. То есть, понимаете, бумеранг этот вернулся. И вот мои вот эти идеалистические надежды на западное правительство, на то, что с российской позицией все было понятно с самого начала, и никаких иллюзий я тут не питал. Я прекрасно понимал, что это циничная совершенно геополитическая игра, которая ни к чему другому отношения не имеет. Вот просто надо утереть нос американцам, своей националистической публике, показать, вот мы какие великие, и мы даже вот с ними справились, и наш режим там будет торжествовать пророссийский, антиамериканский фактически. То есть, это у меня никаких сомнений никогда не вызывало. Но все-таки вот с позицией западных держав я, наверное, очень сильно ошибся. Конечно, если бы я кричал там громче обо всем этом, более там, не знаю, гневно, с каким количеством букв, чтобы это изменило, наверное, нет, от одного голоса ничего не меняется. Но кто знает, может быть, я бы как пробудил бы еще там двух человек, может быть, там мы с Сашей Шумилиным бы там подняли какой-то... Я не знаю, понимаете, но просто отчаяние берет абсолютное, глядя на то, что в Сирии случилось, и продолжает происходить, и не видно конца и краю этому кошмару. Ну и я говорил о российской позиции, поэтому вот это размещение и награждение медалями летчиков, которые, ну, где-то там летали, это почти учения были, количество погибших, сравнимо там пострадавших с тем, как на учение гибнет. В общем-то, некоторые генералы ухмылялись, российские, в общем-то, давали понять, это для нас такая чудесная возможность, да и в Кремле, по-моему, эхо этих слов звучало, опробовать там новые этих системы вооружения. То есть это почти такая компьютерная игра. А то, что там внизу под этими бомбами происходило, это, так сказать, как-то оставалось вообще за сферой внимания, за экранами этих радаров, оно туда не попадало и ничью совесть не потревожило. И вот эти 20 тысяч медалей, вот этим 20 тысячам героев, которые, ну, в общем-то, убили очень много мирных сирийцев. Зачем они их убили? По имя чего? И как они будут гордиться этими медалями, я тоже до конца не понимаю. Спасибо. Давайте все-таки послушаем еще одно мнение Владимира Исаева о том, как он ценит договоренности в Астане. Если говорить о возможных сценариях развития событий, их, в общем-то, несколько, но многое зависит прежде всего от тех встреч, от той площадки, если хотите, на которой сейчас действуют противоборствующие стороны, я имею в виду прежде всего Астану. Вот совсем недавно закончилась встреча в рамках Астана-2, и там, на мой взгляд, были достигнуты достаточно серьезные результаты. В каком плане? Ну, прежде всего, вооруженная сирийская оппозиция, та, которую и мы, и турки, и Иран относим к умеренной, села за стол переговоров, что очень важно. Кроме всего прочего, была достигнута договоренность о разграничении влияния, если хотите, между нами и турецкими войсками, чтобы, не дай бог, не произошло той трагедии, которая не столь давно произошла, когда погибли турецкие солдаты в результате нашего удара по оппозициям, который занимала, с нашей точки зрения, неумеренная оппозиция, но там почему-то оказались турецкие солдаты. Ну, и, помимо всего прочего, была создана комиссия, как бы это было заявлено, по мониторингу развития событий. Ну, вы знаете, дело в том, что это, на мой взгляд, важнейший элемент, потому что я думаю, что комиссия будет наделена определенными правами, не только по соблюдению, ну, ненарушения, так сказать, прекращения огня, но, помимо всего прочего, она будет отслеживать и с турецкой, и с российской стороны ход развития событий, и, более того, даже, как заявили турки, в дополнение к Астане-2, что они будут устанавливать там бесполетную зону и зону влияния той операции, которую они называют щит Ефрата. Она будет охватывать примерно 4,5 тысячи километров, ну, начиная от города Эль-Баб в сторону города Ракка. Кстати сказать, замечу, что сегодня впервые наши ВКС нанесли удар по исламскому государству. Видно по согласованию, это явно совершенно, на мой взгляд, последствия наших договоренностей на площадке Астаны-2. Мы сейчас действуют, стали действовать и в районе Ракки. И вот там, где действует тоже и турецкая авиация, и авиация коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты. Вот чтобы, так сказать, не дай бог, они не пересеклись в воздухе или в других, так сказать, местах, чтобы не было каких-то ошибочных ударов, вот как раз Астана-2 и играет в данном случае свою позитивную роль. Или не хотите, вы даже вообще не будете его критиковать. Да, давайте, пожалуйста, господин Алисаевна. Пожалуйста, я на Астану. Вот эта Астана вроде должна быть только с одной целью, чтобы прекращение огня, так, и контроль над ними. Что мы видим в результате Астаны? На следующий день, после того, как они подписали, начали бомбить, называется, Вадибарада. И там были до того, когда сейчас вынуждены были еще остальные там жители уехать из этих мест. Это намерное выдворение людей из своих жилищ, из своих городов, из деревень. Вот это результат Астана. И что сейчас добились? И из-за того, что вообще были пустые разговоры, Турция снизила свое представительство в этом собрании, вот последнее. Они не послали замминистра. Это не из-за того, что программа была загружена, он был там с президентом Ардаганом в странах Арабского залива, мы так называем. Но это из-за того, что пустые разговоры. Они подписывают и потом начинают. А что, вот господин Алисаев, что сейчас делается в дарах? В дарах что сейчас? Это тоже результат Астана. А то, что врага они совмещались, они могли бы и без... Причем тут мир не... Астана при чем? Да, тут при чем. Они могли сидеть в Анкаре или в Москве и сидеть, что ребята, давайте в Араков будем быть вместе. Это смешно даже. Я только добавлю один нюанс в порядке юмора. Со слезами, конечно, на глазах. С восторгом было сказано о договоренности, создании зон безопасности. Ура, ура, ура. Ну, тогда уж надо обратиться к официальной позиции России, которая возражает против того, чтобы эти зоны безопасности были превращены в зоны свободные от полетов. Вот. Здесь уж как-то надо сбалансировать. Либо это ура, либо это что-то такое против того, к чему тяготеет говорящий. Вот. Так что здесь много противоречивого и много проблемного. И пока добро на создание зон безопасности от Москвы не последовало, ибо непонятно, что это будут за зоны. То, на чем настаивает Турция, она настаивала на этом всегда. И теперь об этом заговорил Трамп. Это я процитирую реакцию Кремля устами у Пескова. Говорит, что прежде чем вводить зону безопасности, нужно дважды или трижды подумать. Вот. Я не думаю, что это восторг. Так что вот говоривший эксперт как-то опережает события в своем, так сказать, непонятном раже. И где-то совсем ничего не клеится. Андрей, я вот сейчас заметил, что в эти дни официальная пропаганда российская, она очень так навязывает зрителей. Вспоминает, 72 года назад была бомбардировка Дрездена. Помните, погибло много мирных зрителей, но бомбили его наши союзники, американцы, англичане. Как вы считаете, вот хочет ли нынешний Кремль, чтобы он выглядел по, как сказать, поприличнее на фоне вот этой трагедии? Вам слово, Андрей. Ну, вообще, это один из центральных мотивов, оселок российской пропаганды. Ну, и вы сами такие. Может быть, мы тоже плохие и ужасные, но, по крайней мере, не хуже вас. Вот, давайте вспомним, что вы сделали в Дрездене. В Дрезденской истории действительно крайне трагическая, и много по этому поводу было и сказано, и написано, и раскаяние мы слышали. Хотя, конечно, государственного там уж раскаяния не было, была война с нацистами. Вроде бы во время этой войны все дозволено, но на самом деле совестливые люди, они могут спокойно и это вспоминать. Не только то, что нацисты творили, но и то, что вот получилось, скажем, в том же Дрездене. Хотя, да, можно говорить о том, что там был Ковентри, в общем-то, нацисты натворили много такого, что с позиций тех времен казалось оправданным многим все, что угодно. Ну, и Бонни Гуд об этом писал, Бонни номер пять, знаменитая. Я думаю, что таким образом очень четко была сформулирована позиция, по крайней мере, либеральной американской интеллигенции. Но, понимаете, это то время, это вторая мировая война, не оправдывая полностью то, что случилось в Дрездене. Но все-таки другая совсем история, другое умонастроение человечества. И никакой такой угрозы нацистской, экзистенциалистской, даже террористы из исламского государства для мира не представляют. Представляют угрозу, но все-таки несравнимую, правда ведь? Не говоря уже о просто умеренной, нормальной оппозиции, о свободной сирийской армии и так далее. Как их действия могут оправдывать жестокость, сравнимую с тем, что было сделано в Дрездене. Это просто, ну, дикость невероятная. Но, к сожалению, конечно, те люди, что черпают всю информацию с телевизионных экранов российских государственных телеканалов, они, возможно, действительно не увидят разницы. Хотя это просто сам по себе этот факт, это уже чудовищный, конечно, симптом, о котором, ну, просто последние волосы дыбом встают, если начать в это вдумываться внимательно, что это вообще означает. Спасибо, Андрей. Давайте послушаем опять последний уже раз Владимира Исаева, который говорит, чем грозит России полный разгром исламского государства, которое запрещено и здесь, и во всем мире. Если, так сказать, этот будет разгром на исламское государство, то боевики будут, естественно, возвращаться, ну, как правило, в страны, в те страны, чьими гражданами они являются. И здесь дело наших специальных служб, которые должны отследить этих людей и придать, соответственно, суду, а суд уже будет решать, что дальше с ними делать, какие преступления они совершили или вообще не совершили никаких преступлений. Такое тоже бывает, такие случаи были, когда человека просто захватывали, и, скажем, он, как года два назад была история с одним нашим гражданином из Дагестана, которого захватили на территории Сирии, и он там работал кашеваром. Ну, вы знаете, дело в том, что, естественно, что его преступления перед нашей страной и перед мировым сообществом намного меньше по сравнению с теми людьми, которые занимались просто убийствами. Ну, а что касается дальнейшего нашего пребывания там, я напомню, что аренда, которую предоставила нам сирийская сторона, я имею в виду официальный Дамаск, она исчисляется 49 годами. Это означает, что мы получили, во-первых, базу для своих, так сказать, военно-морскую базу очень серьезную, и военно-воздушную, никто их не отменял, ни в Тартусе, ни в Хмеймим, естественно. И я думаю, что если будет действительно разгромлена, разгромлены силы исламского государства, то наши ВКС там будут резко уменьшены, но зато будут увеличены те специальные части, которые занимаются зачисткой от боевиков различных районов, как, скажем, вот сейчас действует Ингушский батальон или как действует батальон Рысь в районе Алеппо, именно этим занимаются, разминированием, восстановлением, так сказать, хозяйства, национального хозяйства Сирии. Ну и есть соответствующие договоры с сирийцами, что мы можем помочь в этом направлении, особенно учитывая, об этом почему-то многие забывают, что, скажем, в рамках Еврозес мы подписали договор с китайцами о совместном восстановлении Сирии. А это уже интересно, учитывая наши технологии, китайскую рабочую силу, даже китайские, а может быть и арабские капиталы, те, которые придут в Сирию, естественно, после того, как с нее будут сняты различного рода санкции, наложенные еще несколько лет тому назад, тогда ситуация уже будет совершенно иная. Помните, опять та же дилемма, которая была в Ливии, можно ли вот свернуть режим, не проводя наземную операцию, а только бомбя, так сказать, как вы считаете, вот здесь должны ли какие-то, может быть, более активные войска, чем местная оппозиция провести на земле, может быть, войска ООН как-то, вот как вы считаете? Ну, это в чем дело, есть, я считаю, очень сильное заблуждение в том, что мы можем победить бомбежками, стратегические, я не знаю, бомбардировки, ракеты, да, не знаю, всякого разного вида, что мы можем победить ИГИЛ. Вот смотрите, что Соединенные Штаты и еще очень много людей весь НАТО приехали в Афгастан, и что, победили талибан? Сейчас они разговаривают с талибаном, сейчас они ведут переговоры с талибаном. Понимаете, в чем дело? Чтобы победить идеологию, вот такую фашистскую, я не знаю, такую убийственную, надо по-другому относиться. Пока разрушаются дома, пока убивают детей, это дают дополнительные контингенты для ИГИЛа. Это я сто процентов знаю. Знаю менталитет народа, мусульманина, который, все, знаешь, надо отместить. Вот когда человек потерял все окончательно, у него ничего не осталось, ни дом, ни имущество, ни жена, ни детей, за что жить? Он пойдет, ладно, я пойду на тот свет, там рай, я могу встретиться с моими детьми, там родственники, которые погибли невинно, значит, они в раю, пойдем туда все вместе. А тут вот расчет, что ладно, мы будем там тогда возвращаем несколько самолетов обратно или посылаем дополнительный контингент. Это не победит. Сто процентов. Надо подойти уже по-человечески к людям и хватит убивать людей. Пока это не остановится, будет постоянно наполняться. Не будет, конечно, как, допустим, в Рака или в Масуль, там будет в одном месте собраться. Да, не будет. Такое может быть. Они будут в каждом селе, в каждом районе вот этой ИГИЛ-си, будет рассеиваться. Как вы считаете, нужна ли наземная операция, чтобы и на земле, не только в воздухе, победить? Ну, во-первых, давайте говорить о разных вещах. Наср попытался это сделать, но не очень четко это прозвучало. Борьба с ИГИЛ, это борьба с ИГИЛ, которая только сейчас начинается. И упомянуты здесь первые удары, они не самые первые, но действительно осуществляются. То есть Россия, возможно, постепенно переориентируется на борьбу с ИГИЛ. ИГИЛ, это джихадистская группировка иностранцев, настроенных антисирийски. В принципе, для них Сирия это не государство, это площадка для строительства халифата. Им по большому счету все равно, там Асад не Асад, но лучше Асад это совсем плохо. Но и оппозиция Асада, вот, из числа умеренных, да и радикальных тоже, это их конкуренты, с которыми они борются. То есть умеренная оппозиция Асаду, она борется на два фронта, помимо Асада еще с этим ИГИЛом. И борьба с ИГИЛ, это одна история, которую надо завершить. Она будет завершена в ближайшие месяцы путем наземной операции. Вот, активизация авиаударов совместных с коалицией, возможно, Россия присоединится к этому. И наземную операцию будет проводить коалиция теми силами, на которые она опирается. Это курды, это демократическая оппозиция, умеренная оппозиция, Асаду. Или назовем их так просто повстанцами, сирийцы-повстанцы. То есть курды, сирийцы и иракская армия, возможно, тоже подойдет к Ираке и тоже завершит, будет содействовать завершению этой наземной операции, которую можно назвать зачисткой. И совершенно другая история, это то, что происходит на территории контролируемой правительством, о которой вот как раз и говорилось. Что там будут зачистки, зачистки, батальоны рыси, кто там еще. Это рыси из чеченских, а у ингуши как называется батальон? Не знаю. Там и ты говоришь, что сирийский там появился. Там защищать кого? Там ситуация не изменится. Разумеется, там окажется кто-то из бежавших игиловцев, спрятающихся там. Но их скорее будут даже выдавать и уничтожать сами сирийцы. Поэтому они туда не будут бежать большим желанием. Правда, я говорю? Они будут бежать в другую сторону. Куда-нибудь. А защищать вот эти рыси все будут сирийцев. Можно я еще третий раз скажу? Сирийцев, это будут повстанцы с разными идеологическими взглядами. Как светские, свободная сирийская армия, так и религиозными оттенками. Тех самых, с которыми сейчас в Астане пытаются договариваться вооруженные повстанческие группы. И можно ли рысям этим зачистить территории Западной Сирии, Латайки и прочее от сирийцев? Это пусть решают те, кто об этом мечтает и говорит. А мне комментировать это неприлично. Андрей, как вы считаете, насколько опасно появление в Сирии вот этих батальонов ингушей и чеченцев, о которых вчера сказал Рамзан Кадыров? Ну, если это случится, то это будет еще одна, боюсь, страница позорная во всей этой эпопее. Но я хочу чуть-чуть вернуться к вашему прежнему вопросу. Конечно, без сухопутной операции понятно, что невозможно добиться разгрома исламского государства. Мне кажется, что этот военный разгром все-таки необходим. Уже ситуация сложилась так, что разговаривать, в общем-то, с лидерами этих, как было уже сегодня сказано, фашистов, не о чем. Кроме военной силы ничего они не поймут. Но, действительно, центральный вопрос другой. Даже вот можно победить. И теперь вот команда Трампа дает понять, что и американские силы какие-то в этой наземной операции могут участвовать, не знаю уж там, совсем на передовой или в качестве поддержки. И, ну, наверное, будет и то, и другое. Будут тогда спецвойска какие-то там, команда что-то такое делать. С другой стороны, будет поддержка огневая сзади осуществляться. Все это теоретически можно себе представить. И могут это военно-эффективно сделать американцы в союзе вот со всеми другими перечисленными, с арабскими государствами, которые тоже готовы будут, наверное, в этом случае предоставить свои войска. Но, да, какое-то сотрудничество может быть там с Турцией, с Россией. Но вот, допустим, да, военный разгром случился, рака занята, территории больше занимаемой исламским государством нет. Это можно себе представить действительно в обозримом будущем. Я думаю, что Саша Шумилин прав. Но что дальше-то? Потому что вот сейчас буквально на днях были слушания в Комитете по международным делам Палаты представителей США. И там очень интересные были материалы и выступления. И некоторые из них были очень толковыми. И вот задавался в том числе этот вопрос. Победить в военном отношении тоже непросто, но возможно. И легко себе это представить достаточно, если вложить достаточно сил, денег и так далее. Но вот как не допустить, чтобы произошло какое-то возрождение чего-то в этом же духе потом, как только западные войска и войска арабских государств уйдут, они не будут там вечно, наоборот, они будут стремиться уйти как можно раньше. Вряд ли можно говорить о долгом оккупационном режиме. Вот как это можно сделать? Да еще вдобавок при сохранении режима Асада, который автоматически означает, что нет абсолютно никакой даже теоретической возможности объединения и восстановления страны. Смешно слушать заявление о том, что деньги, капиталы, там китайские какие-то туда пойдут, восстановление начнется. Какое восстановление в этой абсолютно разрушенной, уничтоженной стране с половиной населения в виде беженцев, с большей частью населения, ненавидящей свое правительство. Но Чечня, да, можно параллели, кстати, проводить. Но там все-таки Чечня это крохотная часть России. А здесь все-таки ситуация в этом смысле будет другая, достаточно большая страна. И страна независимая якобы, теперь, конечно, в значительной степени колония Ирана. Но тем не менее, вот тут действительно вопросы, на которые нет простых ответов. Но для начала просто режим Асада должен уйти. Если он останется, то никакого примирения национального, ни в каком приближении нет и не будет. И значит, не будет выборов нормальных и не будет вот этой никакой женевской формулы никоим образом осуществляться. А судя по всему, и Иран, и Россия упрутся здесь рогом. И никакие увещевания со стороны Трампа или кого бы то ни было другого не заставят их изменить позицию и будут держаться за Асада до конца. А значит, это ситуация, которая не имеет разрешения. Спасибо, Андрей. Очень правильно все сказано. Опять же, кроме одного, я глубоко убежден, что Россия не будет держаться за Асада. И есть все признаки уже сейчас того, что проблема состоит не в том, чтобы удержать Асада и цепляться за него. А как уговорить Иран, который действительно цепляется за Асада, который действительно его укрепляет и ужесточает. Как ослабить позицию Ирана в этом отношении, воздействовать на нее, изменить. В этом сейчас проблема. В определенном противостоянии между Россией и Ираном в отношении Асада. Это не означает, что Асад будет как-то там предан. Найдется формула, о которой он, кстати, говорил не так давно в интервью западным газетам. Сам Асад, что он готов уйти, если сирийский народ этого захочет. То есть сигналы о том, что он готов уйти, а глубоко внутри я убежден, что он мечтает об этом. Ему нужны только гарантии, гарантии безопасности сохранить себя, свою красавицу, жену и детей. Вот его высшая мечта. И кто сможет предоставить эти гарантии, кто сможет его принять? Вряд ли Россия, вряд ли Иран искать третью сторону так, чтобы он избежал в дальнейшем международного суда. Вот гарантия от международного суда сейчас это главная для него забота. А отнюдь не стратегии какие-то выработки. Тем более, что он реально не влияет на ситуацию, как было совершенно справедливо сказано. Он не более чем предмет манипуляции. Марионетка, да. Марионетка настоящая. Вот я хочу пользоваться, представив мне вот эти возможности говорить об одном. Что когда начался вот этот формат, вот когда 29-го Путин сидел с Шуйго и... Января, да? Нет, 29-го декабря. Ага. Вот объявили об этом перемире. Была надежда, что Россия начинает уже потихонечку, типа сделала, что хотела, взяла средиземноморские побережные... Да, думали, что Россия будет сворачивать, но она не все равно. Нет, не сворачивает, нет, не сворачивает. Она начинает уже потихонечку к середине. Сейчас она полностью за режимом, за фашистского режима сирийского. Ну, думали, что-нибудь отойдет. Вот они начинают смотреть, типа, мы будем сделать это перемирие. Кто будет нарушать, тот будет наказан. Это был бы вообще идеальный вариант. Это не случилось, к сожалению. И если там такие надежды, такие теоретики, такие эксперты, как наш коллега, думают, что будем полностью уничтожать, это абсолютно не будет сделано. Да, вот крупные там пункты, допустим, Ракады, Эрзор, я не знаю где, может, не будет у них территории. Но то, что они будут и будут плодать еще новые и новые, истории ничего не учат. Вот смотрите, что случилось в Афганстане за последние, это с 2001 года, ничего нет. 15 лет. 15 лет и ничего нет. Поэтому надо другая стратегия. И очень надеемся мы, которые, мы знаем, как привязаны так или иначе к России, что, поскольку сейчас она практически оккупирует, она практически контролирует, так и надо называть вещи своими именами. Мы называем оккупационная сила. Хорошо, сделали свои, мы поддерживаем. Только уберите источник, первый источник терроризма, это режим. Это абсолютно. Не из-за того, что я оппозиционер, не люблю, это не то. Это реально. Пока он будет. Во-вторых, никто не победит ИГИЛ, кроме суннитов. Это запомнят раз и навсегда. Пока суннити не будет действительно дани гарантии, дани свободу, дани суверенитет, немножко вот так, они будут, как называют, как инкубатор. Будет инкубатор. Потому что люди, которые потеряли все, что они, они будут за Россию или за либеральные демократии. Это вообще глупость. Надо смотреть интересы суннитов. Тогда можно победить, можно искорить. Давайте Андрею спросим. Как Вы считаете, Андрей, по какому сценарию пойдет развитие событий в Сирии? Может быть, по-либийскому или по-более цивилизованному? Ой, цивилизованных вариантов сильно я не вижу. Но я по-прежнему утверждаю, что разгромить, по крайней мере, в первом приближении ИГИЛ можно. И потом, конечно же, надо думать, защищать интересы большинства населения страны, то есть тех самых суннитов, о которых говорит коллега. Это само собой. Но я с ним абсолютно согласен. Пока будет марионеточный режим Асада и иранская оккупация, а Россия играет роль какой-то иранской авиации, сирийской, асадовской иранской авиации, я бы сказал, играет роль. Даже оккупационных сил российских нет. Вот до тех пор, пока этот режим, поддерживаемый Ираном и Россией, сохраняется у власти номинально, но тем не менее, то ничего не получится. И действительно, никогда сунниты, понесшие такие чудовищные человеческие потери, этого не простят и не забудут. А значит, нельзя будет мирного будущего строить. Спасибо. Ну что ж, мы видите, мы довольно часто обсуждаем ситуацию в Сирии, но, правда, она, по-моему, принципиально пока за эти годы не изменилась. Я думаю, что если то, что сказал Андрей, плюс то, что мы сказали, осуществится, тогда она и переменится. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на «Ладах радио свободы» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамаза-старший, реактор программы «Дейтрухан», продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова